Мой народ очень талантливый и творческий. Каждый думает по мере своей испорченности. Сейчас проходят Дни Якутии в Татарстане, да? И как у вас в Якутии воспринимают вообще Татарстан и Татар? Татарстан это такой тюркский братский регион для нас. У нас общая история, культура, язык. Мы думаем, что у нас общее будущее. Я считаю, что якутская элита и культурная, и политическая всегда сверяет часы с братским Татарстаном, Башкортостаном. У нас у народа Саха, по старым преданиям, легендам, один из наших предков, у него считается, что отец был татарином, его звали Татар Тайма. С присоединением Якутии к русскому государству переселились, были посыльные татары очень много. В Олеговинский район это где-то 30% состоит из объекученных, обрусевших татар. Также в городе Якутске есть заложный район. Это считается татарским районом. Там жили татарские переселенцы. Там даже сохранилось старое татарское деревянное зодчество. В Якутии татары, наверное, один из самых известных народов после русских. Потому что в нашей культурном пласте очень много татарского. Когда было освоение Сибири, вместе с русскими и славянскими народами шли татары. Они тоже укрепляли рубежи Российской империи, получается, в Сибири. Об этом говорят много исторических фактов, легенд. Во времена гражданской войны в Якутии татары были как бы одной силой, которые были у белых и у красных тоже были татары, служили. И среди них в легендах осталось много очень интересных личностей. Вот был у нас силач Архматуллин. Его звали Босойко. Он двухметровый силач, участник Первой мировой войны. Его избили чекисты, и он стал белым. И он вместе с якутскими повстанцами воевал против советской власти. На стороне вот красных были такие известные красные командиры Баширов, Такватуллин. И они позднее стали крупными советскими руководителями в Якутии. Накануне прошла презентация антологии современной татарской поэзии. Хочется спросить, татарская поэзия, она популярна в Якутии? Якутские читатели Тукая знают с давних времен. Еще в 60-е якутский поэт Иннокентий Эртюков перевел Шорали Тукая. Его стихи были переведены, Заки Нури был переведен на якутский язык. Он дружил с нашим народным поэтом, лауреатом госпремии РСВСР Семеном Петровичем Даниловым. Они вместе учились в высших литературных курсах в Москве. Данилов его встречал в Якутии, он тоже здесь был. Мы якутские писатели считаем, что они положили фундамент дружбы татарских и якутских писателей. Но вот выход антологий якутской поэзии в Татарстане и татарской поэзии в Якутии – это очень крупный мост дружбы наших регионов в культуре и в духовном плане. В последнее время все больше говорят о феномене Якутии, вспоминают про якутское кино, отмечают рост национального самосознания, есть поклонники у вашего высшего мэра Сарданы Апсентьевы. И действительно ли это так? И чем это объясняется? Я считаю, что народ Саха – он очень толерантный и демократичный народ, и у нас очень развитое чувство правды, что есть истина. Феномен Сардана Апсентьева, наверное, в этом. А вот про якутское кино – это тоже интересно. Я считаю, что секрет в том, что мы сохранили древнюю уникальность, культуру, самобытность, и все это воссоздается с новейшими технологиями. Каждый якутский мужчина – охотник. У нас традиция – это все деревни, все мужики едут на весеннюю охоту на уток. И поэтому считаю, что наши операторы, режиссеры, они тонко чувствуют мир, природу, у них как бы глаз алмаз. И все это в какой-то мере помогло, родило феномен якутского кино. Что происходит с якутским языком? Преподают ли у вас его в школе сейчас? После того, после отмены обязательного преподавания нацией языков? В городе Якутске 5 национальных школ, где все основные предметы изучаются на родном языке. У нас, конечно, в Якутске много школ, но вот это 5 самых таких фундаментальных школ. И вот есть такая образцовая якутская национальная гимназия АЕКГАТА. Ну, я считаю, что они не только учат на родном языке с 1 по 11 класс, а они еще вивают детям, молодежи, именно национальную культуру. Потому что летом учителя их везут в село, на природу, создают лагеря, экспедиции. И вот городские якутские дети там учат азы сенокоса, кузнечного дела, мастерства. Сколько процентов преткновения якутского языка? Нет ли проблемы его ассимиляции русским языком? Есть смешанные классы и школы. В школах где-то у нас, я точно не точно знатого, но где-то 30 школ, наверное. И из них где-то 15, ну, в половине есть смешанные классы на самом деле. У каждого народа, если вот население меньше миллиона, всегда остро стоит вопрос ассимиляции языка. Потому что сейчас же во всем мире идет глобализация, вот по всему миру все единое. Это там Макдоналдс, такие бренды. И они делают из землян как бы единую массу. Это, конечно, и в языковой ситуации, и в ментальной стороне это ни с чем хорошему не ведет. Древний язык и культура, сохраненная от предков и переданная новому поколению, должна передаваться с поколения на поколение. Потому что красота и сила многообразий, я думаю. В чем секрет феномена якутского кино? Якутское кино состоит в древней якутской мудрости, самобытности, уникальности. Потому что мы жили очень далеко, варились в собственном соку и сохранили древние традиции наших славных предков. Это вот качевых народов Евразии. И в то же время мы очень много переняли от автохтонов сурового северного края. Это Арктики, Сибири. И вот думаю, что вот вся эта мудрость, древняя сила нашли выход через объективы камер. Якутия активна еще и в политике. Ваш бывший мэр стал символом нового гражданского общества. Это вот имидж такого, или пиар, или, не знаю, действительно в мире появился такой феномен самой северной демократии? Это в нашей крови, в истоках, что вот у нас чувство истины у северных народов развито очень сильно. И поэтому чувство справедливости очень сильно развито, потому что север это не прощает ошибок. Нужно быть открытым, честным, чтобы выжить в суровых условиях. И поэтому вот я думаю, что вот временами вот появляются такие вот интересные личности, которые, ну вот, люди, которые вот не укладываются в рамки. В 2019 году произошел конфликт местного населения, да, с среднеазиатскими иммигрантами. Не было вот больше каких-то экстессов по этому поводу? У северных народов, у народов Сибири очень развито гостеприимство. И с другой стороны, это тоже тюркское, вот, быть гостеприимным, угощать гостей, встречать гостей. И в наших шеверных широтах, просторах, где вот на тысячи километров только несколько человек живут, там, на самом деле, у нас гостям всегда относятся очень хорошо, но вот, ну вот, иногда бывают такие ситуации, когда вот гости хотят, хотят вот внести свой, ну вот, есть же поговорка, вот, на чужой монастырь со своим уставом не входят. Получается такая ситуация, и вот поэтому вот это, так бы, мирный протест населения получился, вот. Я думаю, что там все было в рамках приличия, там могло же быть, если вот была бы горячая кровь, безбашенность-то было бы, беспорядки, но у нас такого не было. Конфликт разрешился, вот, по-моему, сейчас вот еще очень много мигрантов работает в Якутии. А вот как чувствует себя национальная литература в Якутии? Сама по себе якутская литература сейчас развивается, у нас очень крупные мастера пера, которые учились у наших классиков. Конечно, есть проблемы. У нас остро стоят вопросы поддержки писателей, деятелей культуры. Ну, это, думаю, что у всех национальных регионов есть такие вопросы, но эти вопросы иногда худобедно, иногда даже хорошо, как кое-как разруливается. И вот, в целом, якутская литература идет вперед, развивается, развивается драматургия, перевод. В последнее время как раз вот перевод становится актуальным. Нашего народного писателя Николая Лугинова сейчас переводят во многие языки, на казахский язык, на азербайджанский. Ну, вот, он уже как бы известный общетюркский писатель, у него трилогия повелений Чингисхана, хунские повести и роман «Время перемен» древних хуннов.